Сегодня Беларусь стоит на краю пропасти. И виновник этого – человек, который полтора года назад проиграл выборы и которого смело можно назвать антибелорусом. Все его действия, особенно начиная с вторжения России в Украину, направлены против Беларуси как независимого и миролюбивого государства. Против белорусов. Против каждого из нас. Несмотря на российскую пропаганду, отношение белорусского общества к войне сильно отличается от российского. Абсолютное большинство белорусов, независимо от их политических предпочтений, однозначно против войны с Украиной и любой войны с участием Беларуси. Сегодня мы все белорусы как никогда едины в этом. Мы ценим дружественные отношения с украинским народом и не позволим их разрушить в угоду чужим интересам. Нам поступает информация о возможном вторжении войск Беларуси в Украину. И поэтому я обращаюсь к белорусским военнослужащим. Мы знаем, что большинство из вас также против войны с Украиной. Не дайте вооруженным силам Беларуси окончательно утратить доверие и уважение белорусов. Также я обращаюсь к матерям и женам военных. Сделайте все, чтобы ваши сыновья и мужья вернулись домой. Не дайте режиму забрать их у вас навсегда. И поэтому я заявляю, что Александр Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территорию Беларуси для российской агрессии против Украины. Эта агрессия противоречит национальным интересам Беларуси и является преступлением, а также прямо противоречит Конституции Республики Беларусь. Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину – из-за военные преступления. Вторжение белорусской армии в Украину – это шаг с необратимыми последствиями. Он станет позорным пятном на отношениях с украинским народом и еще больше изолирует белорусов от внешнего мира, вплоть до железного занавеса, за которым Беларусь не будут рассматривать как самостоятельное государство, а жизнь в стране придет к нищете. Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом. Военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов. Право не выполнять заведомо преступные приказы гарантировано законом, а зафиксировать свое несогласие с приказом можно прямым действием, сложив оружие. Военнослужащие, должностные лица и граждане Беларуси любыми доступными способами предотвратившие выполнение преступных приказов освобождаются от ответственности. Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности. Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и своего будущего. И поэтому я обращаюсь ко всем белорусам. Сейчас критический момент для суверенитета нашей страны. И сохранить его – это гражданский долг абсолютно каждого из нас. Живи, Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова